Добрый вечер и guten Abend! С вами телеканал Ост-Вест. Каждый вечер мы выходим в прямой эфир из нашей студии в Берлине и рассказываем вам о самых заметных событиях сегодняшнего дня. Это дайджест новостей. Сегодня в студии я, Константин Хакиталь, и вот о чем я расскажу вам сейчас. Борис Джонсон в качестве нового премьер-министра приехал с официальным визитом в Берлин на встречу с Ангелой Меркель. Сегодня федеральное правительство Германии на заседании кабинета министров одобрили план Министерства финансов об отмене налога на солидарность. Национальная авиационная конференция под патронажем Ангела Меркель открылась сегодня в Лейпциге. Полетим ли мы скоро на биотопливе? И кто за это все заплатит? На бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера подали в суд за то, что он разбил чужое сердце. Борис Джонсон приехал в Берлин. Он уже пятый по счету премьер-министр Великобритании, с кем за свою продолжительную карьеру на посту канцлера Германии встречается Ангела Меркель. Как поговаривают эксперты, скорее всего, и не последний. Встреча прошла перед зданием администрации канцлера с военными почестями, военным оркестром. Меркель и Джонсон теперь уже по сложившейся традиции во время гимна удобно уселись перед шеренгами солдат и матросов. После церемонии состоялся короткий брифинг обоих лидеров. Основной темой встречи остается все тот же Брексит. Борис Джонсон даже перешел на немецкий язык, когда говорил о Брексите, сказав «Wir schaffen das» – мы справимся. Так звучит она в переводе на русский. Посмотрите. Этим он немало удивил Ангелу Меркель, ведь эта фраза принадлежит именно ей. И сказала она ее в самый разгар кризиса с мигрантами в августе 2015 года. После Меркель пришлось много раз объясняться за эту фразу. Борис Джонсон пытается склонить Ангелу Меркель, а завтра Эммануэля Макрона, к пересмотру сделки, на заключение которой его предшественница Тереза Мэй положила столько сил и энергии. Перед своими зарубежным турне в Берлин и Париж Борис Джонсон написал письмо на имя председателя Европейского совета Дональда Туска, где также просил пересмотреть договор с ЕС о выходе Великобритании из Евросоюза и исключить упоминание о режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС. В противном случае Джонсон пригрозил покинуть ЕС 31 октября без договора. Реакцию на это письмо от Дональда Туска также в виде твита не пришлось долго ждать. Туск пишет, бэкстоп это страховка для предотвращения жесткой границы на острове Ирландия до тех пор, пока не будет найдено альтернативное решение, добавив, что Джонсон не предложил никакой реалистичной альтернативы. Борис Джонсон парировал Дональду Туску так. По мнению экспертов, Борис Джонсон, заняв кресло премьер-министра, не сможет кардинально изменить ситуацию с договором по Брекситу. Единственный инструмент в переговорах, который у него остался, это угроза нерегулируемого выхода Британии и непредсказуемых экономических последствий для ЕС. Правда, к таким последствиям ЕС более подготовлена, чем Великобритания. Сегодня федеральное правительство Германии на заседании Кабинета министров одобрили план министра финансов Олафа Шольца об отмене налога на солидарность, но пока еще не для всех категорий граждан. По этому плану, около 90% налогоплательщиков будут полностью освобождены от уплаты налога. 6,5% граждан с более высоким доходом получат налоговое послабление. А вот остальные граждане с очень высоким доходом будут обязаны продолжать и далее выплачивать налог на солидарность в полном объеме. Таким образом, Олаф Шольц пытается усидеть на двух стульях, сделать доброе дело для большинства и одновременно сохранить и далее в бюджете страны около 10 миллиардов евро, получаемых ежегодно государством от своих супербогатых граждан. Новое положение должно вступить в силу с января 2021 года. Министр финансов Олаф Шольц уже заявил, что доволен своим законом. По этому поводу он сразу созвал, после заседания Кабинета министров он провел пресс-конференцию. Министр финансов Олаф Шольц, президент Кабинета министр, президент Кабинета министр, для большинства, чтобы финансировать. Это не время для людей, которые получают 5 миллионов евро в месяц. Я думаю, что некоторые понимают, что это не правильно. Для простых немцев это долгожданный закон. Ведь для среднестатистического гражданина Германии, проживающего, например, без семьи и с общим годовым доходом около 40 тысяч евро, до вычета всех налогов и выплат, годовой налог составляет 337 евро. Если же речь идет о семье с двумя детьми и общим доходом 80 тысяч евро, то налог составит уже 244 евро сноса, то есть в сумме 488 евро в год. Еще в момент разработки этого нового положения к министру финансов Олафу Шольцу появилось много вопросов со стороны оппозиции и из рядов его же однопартийцев, а также членов паравящей коалиции. Основная проблема заключается в том, что налог на солидарность вводился для всех граждан Германии, вне зависимости от доходов. И отменить его обещали всем гражданам. Теперь же это положение закрепляет деление граждан на три категории, что может быть вовсе не конституционным. Так партия АДГ и либералы заявили уже о том, что собираются отправить запрос в Конституционный суд на предмет соответствия такого решения основному закону Германии. А министр экономики и ближайший соратник Ангела Меркель Петер Альтмайер на всякий пожарный случай подготовил свой альтернативный проект. Правда, этот вариант не рассматривался сегодня кабинетом министров. Сегодня в Лейпциге прошла национально-авиационная конференция, на торжественное открытие которой приехали и канцлер Германии Ангела Меркель, и министр транспорта Андрея Шойер, и министр экономики Петер Альтмайер. Открытие авиационной конференции состоялось символически в здании аэропорта города Лейпцига. Помимо тем, связанных напрямую с авиапромышленностью и авиаперевозками, на конференции обсуждались проблемы быстрого изменения климата, роль в этом самой авиапромышленности и что, собственно говоря, авиапромышленность может предпринять. Представители отрасли высказывают свои опасения, что во времена жесткой конкуренции новые запреты и новые поборы могут просто задушить немецкую авиацию. Кроме того, вопрос о Брексите повис в воздухе, когда мокла в меч. Выход Великобритании из Евросоюза нас беспокоит. Авиаотрасль это очень чувствительная отрасль, и когда возникают коммерческие конфликты, ты хорошо это сразу чувствуешь на себе, особенно в таком месте, как Лейпциг, здесь, как сейсмограф. Именно поэтому в моих беседах с британским премьер-министром, который приезжает ко мне сегодня, я буду говорить о том, как мы можем добиться максимально безболезненного выхода Великобритании из Европейского Союза, поскольку мы должны бороться за наш экономический рост. Мы четко дадим понять, что переговоры по новому авиационному соглашению с Британией требуют времени, поэтому необходимо прежде иметь четкое представление переходного периода. Конечно, в свете того, что Британия больше не будет членом ЕС, не все преимущества, которые у нас сейчас есть, могут быть гарантированы. Ангела Меркель выступила также за мобильность без запретов, дающая инноваторам в отрасли стимулы, чтобы найти решение для климатических нейтральных авиаперевозок. Политическое давление на отрасль растет, и всех интересует, каким образом правительство собирается добиться от отрасли таких инноваций, и чтобы полеты были климатически нейтральны, и чтобы отрасль не задушить. Министр транспорта Андрея Шойер перед началом конференции заявил агентству ДПА, что его министерство работает над алгоритмом перераспределения получаемых налогов с авиапромышленности и авиаперевозок. Только за прошлый год сумма налогов составила более 1 миллиарда евро. Эти налоги планируются перенаправить на поддержку разработок, связанных с новым видом биотоплива. Некоторые авиакомпании уже подмешивают биотопливо к керосину, но его объем обычно не превышает 10%, ведь цена на него в 3-5 раз выше обычного авиакеросина. Представьте, как это отразилось бы на стоимости авиабилетов, если бы самолеты заправляли уже биотопливом на 100%. Он разбил мне сердце, причинил душевные и моральные страдания. Я до сих пор страдаю и чувствую себя обманутым. Теперь только корейский суд может рассудить нас. А теперь я попрошу вас не запутаться, ведь это будет звучать скорее как скороговорка. Бывший муж нынешней жены бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера подал на нынешнего мужа своей бывшей жены в суд, то есть на Герхарда Шрёдера. Все описанные страдания от несчастного брака бывший муж фрау Сойян Шрёдер Ким оценил в 75 тысяч евро, а вину за это возложил на ее мужа Герхарда Шрёдера. Суд в Южной Корее принял иск к рассмотрению, ведь по закону Кореи, существовавшего до 2015 года, супружеская неверность преследовалась законом, вплоть до двух лет тюрьмы. Герхард Шрёдер и Сойян Шрёдер Ким познакомились как раз незадолго до отмены этого закона, и оба находились еще в прежнем браке. Герхард Шрёдер совершал поездку по Южной Корее в то время, а Сойян Ким была тогда его личным переводчиком. Официальный запрос корейского суда к бывшему канцлеру пришел по почте, и к делу подключаются адвокаты. Удастся ли обманутому бывшему мужу отсудить у читы Шрёдер 75 тысяч евро, пока неизвестно. Но на этой неделе также стало известно, что бургомистр Берлина Михаэль Мюллер развелся со своей женой Клауди, хотя совсем недавно они оба отмечали серебряную свадьбу. Берлинский бургомистр переехал из своего дома, где осталась жить его бывшая жена. Там уже сняли охрану. А на этом у меня все. Вы смотрели дайджест новостей на канале Ост-Вест. С вами был я, Константин Хакиталий. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Смотрите нас и auf Wiedersehen. Субтитры подогнал «Симон»